Он приходит на свое рабочее место, садится, у него такие же программисты Он подходит к его программисту и спрашивает А что у нас там с этой фигней? Программист такой Я даже не помню, что это с фигней Программист накапливает знания На самом деле это функция программиста, она самая важная Накапливать и упорядочить знания о системе, которую он программирует Чтобы не путать создание программ и накапливать знания Вообще-то то, что я сейчас сказал, это делает бизнес-аналитик Есть такая роль в программном проекте Это такой, у него рюкзачок, его есть смысл, дипломат, галстичек Он ходит с клиентами, разговаривает И вот он называет бизнес-аналитик, он много знает про бизнес И в общем он должен накапливать эти знания о системе, которую вы все вы строите Но, к сожалению, значит его никогда не бывает рядом Я записался, я прочитал Программист также выступает в роли технического эксперта Значит, что такое технический эксперт? Это тоже сам прожит менеджер, который приходил, значит, утром к нему И спрашивал, что там с этой фигней Теперь он узнает, что с этой фигней какая-то беда И такой, а как нам эту фигню сделать так, чтобы она была не фигней? И программист говорит, блин, я не знаю, короче В самом деле это опять неправильный ответ То есть, если программист так отвечает, его нужно угонять сразу, без разговора Значит, программист должен отвечать на вопрос, сколько ты занимаешь времени И, значит, какой риск? То есть, он должен давать не просто сделать пузырьковую сортировку Сколько у вас это займет? На соштемеле На соштемеле Значит, он должен ответить такой, ну ладно, сколько мы начнем говорить, сколько стоит сделать Представить, сколько займет времени сделать пузырьковую сортировку Вы мне говорите, один день Я такой, а ну, это плохое дело, потому что один день это странно А вдруг один день и полдень еще То есть, программист должен отвечать интервалом времени То есть, скорее всего, это займет один день Ну, значит, если у него будет плохое настроение, то это займет два дня А если у меня будет настроение хорошее, то это может и полдня займет, а остальные полдня я посижу в одноклассниках на сайте знакомств Вот это называется давать оценки, время, цире, риск Это очень важно Прожив менеджеру, чтобы ставить многое задачи У него, значит, принесет инвестор, он платит, значит, какие-то там миллионы долларов Ему нужно освоить миллионы долларов Чтобы освоить миллионы долларов, нужно построить план исследовать педагогу И чтобы построить план, нужно у кого-то спросить А вот сколько? Вот у нас там уже золотят, а это, а это, а это Сколько это все займет? Вот это вторая функция, значит, этого технического эксперта Теперь мы переходим к вашему ответу, значит, к вашему языку Значит, он, собственно, программирует Вот есть такая засада, вы сейчас немножко расстроитесь, но В общем, я вам этим заниматься не советую Почему? Потому что Блин Значит, нет, там будет хорошая часть Хорошо Я не советую заниматься именно программированием В таком виде, как сидеть и создавать программы Вот мне очень интересно, гораздо интереснее отвечать на вопрос Какой риск и Какой Программирует, пускай другое Значит, ну вот, ну, сейчас вы, наверное, слышали Аутсорс, на самом деле, ну, как бы Он пока не затронул маленькие фирмы, да Но вот в больших фирмах, я работаю в большой фирме У нас две тысячи человек, значит, двести человек И все программисты Ну, и среди, нет, на самом деле, семьдесят процентов Это наследственное было компания Вот, значит, из них сто человек в Москве Это всякие project manager Там же, там, вот оставшиеся программисты в живых Которых еще здесь про него А, значит, где-то тысяча человек в Молдове И тысяча человек в Беларуси Значит, почему? Ну, в общем, понятно, почему Они говорят на том же языке, в принципе, они тоже славяне Они думают так же Но им платят в Беларуси, и джунир-двелопер платят 400 долларов В Москве я не буду озвучивать цифры, чтобы никого не смущать Но это раз в три больше Поэтому имеет смысл, как бы, немножко покодировать То есть, вот вы там, может, и мы поделали свой А потом нужно как-то вот спросить А то или приезжать в Беларуси Я, кстати, собираюсь в Беларуси и привез, потому что там говорят Люди очень спокойные Ну, в общем, там здорово И четвертый пункт Что еще делает программист? Значит, он никогда ничего не успевает Ну, знакомо, да? Вы домашнее задание делаете По разным причинам он никогда ничего не успевает Значит, кто в этом виноват? Вы, наверное, такой Ой, я опять не сделал домашнее задание Какой я плохой? Мама будет ругаться Я сам буду ругаться Александр Сергеевич В Духом Замдаре будет ругаться Значит, ну, будет, короче, куча народу будет злиться Но, на самом деле, виноваты не вы Я вам сейчас такую спасательную положу Виноват ваш начальник Кто является вашим начальником Сейчас послушайте, послушайте Это все очень интересно Кто является вашим начальником на арт-курсе? Ну, понятно, ваш преподаватель Значит, я теперь не буду дальше ругать преподавателя Теперь я говорю с настоящим программистом Гладу, у настоящего программиста в жизни Значит, а кто виноват? Верно, его начальник, который занимает очень большое место в жизни, соответственно, программиста Значит, ехать и умирать специальные Теперь я хотел остановиться на каждом из этих пунктов По первому назначению У нас был первый пункт, если вы запомнили Потом мы будем посмотреть Значит, первый пункт накапливать знания Значит, накапливать знания Значит, накапливать знания Обычно это делает бизнес-аналитик Но его никогда не бывает рядом Из этого интересно было это делать Что вы пишете программу, да? Там есть, нам говорили, скорее всего, что сортировок Это, на самом деле, до хрена Это сортировка пузырьков, сортировка пирамидами, сортировка дерева, сортировка слияния, сортировка пиксор Пиксортов бывает 5-6 штук И они разбиваются по способу выбора центрального элемента, по которому делаются личные части Этих алгоритмов просто очень много Но, на самом деле, это не важно Не важно, сколько у вас клево алгоритм Не всегда важно То есть, иногда важно, а иногда не важно В большинстве случаев, 90% случаев, вы можете взять самый простой алгоритм И он, во-первых, удовлетворит вашим нуждам А во-вторых, ключевое Значит, он будет понятен вашему коллеге Потому что программист работает не один Обычно их несколько, там, двое-трое, значит Там очень много исследований о размере Идеальный размер команды Кто-то говорит 12 человек, кто-то говорит 5 человек Они в разных ролях, там все То есть, не все чисто программисты Ну, не важно, в общем, он не один Один программист, это странно То есть, обычно у него есть коллега Ну, если проект хоть чуть-чуть большой, хоть чуть-чуть сейчас достает То обычно он будет вдвоем работать И вам нужно... Вы пишете программу не для компьютера, не для компилятора, не для браузера И, там, кандидат рассчитывает Фигня Значит, важно, чтобы вы могли, когда вы идете в отпуск Когда я там был остаться, меня отпускали в отпуск Значит, неделю Почему? Потому что я написал огромную часть Значит, ваша система И наша система вот такая И я написал вот такую часть И никто не знал, короче, что там вообще происходит И он написал хорошо Поэтому за неделю я сумел передать, значит, все свои знания моим коллеге Если бы я написал плохо, если бы я использовал коэксалат с пятью вариантами Если бы я использовал, там, не знаю, собственную какую-нибудь фугарику Нет, я все скачал из интернета, кстати, я буду тоже с этим говорить Значит, если бы я использовал что-то нестандартное, я бы заумушился Я бы в отпуск, понятно, пустую Давайте я вам почитаю Значит, самый важный мир, как быстро работать программа Не то, как заморачивать два фугариума А то, насколько программа понятна Я тут читаю книжки И что-то, просто И что-то начало пациенту обнаружить свойства между литературой и программированием Звучит довольно сильно, но это так А, нет, но все-таки Значит, ну, действительно, потому что хорошая программа, она похожа на такое, не знаю, даже сравнение будет горимое На какой-нибудь такой минималистичный роман У вас все должно быть четко У вас все должно быть следовать одно из другого У вас не должно быть ничего лишнего Ну, у вас все должно быть с вами просто Я тоже говорил Значит, у вас должно быть один убийца Один убийца Один убийца И так далее Тут мне нужно сказать, что, конечно, нужно описание деревьев Как в войне в мире и в мире своей Но мне кажется, что война не в плохой роман Ага Так, вот, значит По этой теме есть классический труд Вот такая книжка Называется «Совершенный код» Давайте я вам запишу это И сейчас Читаю Она очень хорошая Очень понятная И вообще она клевая Совершенный код по-английски называется «Cod Compute» Если знаете о современных средах Я Сейчас Говорю Стив Макконов Я не знаю, как Макконов пишется Мне кажется, вот так Как Макконов Как Макконов Можно У меня есть дома Я купил приколительный стол Тысячу рублей Но она Купила бы свою деньги И я правильно думал Насчет После того, как я прочитал Значит Вот код компликтов Это большой Имеет смысл прочитать Там, значит, рассказывается Почему у вас У метода должно быть правильное название Почему у перемены Должно быть правильное название Почему Болгарская аммутация Это хуже, чем Устрийская Короче Кстати, я на него Это Джейлен Софтворинг Про то, что будет аммутация Значит Там очень много всего Там написано Почему один из запрограммированный Лучше другого С точки зрения понимания В общем, очень хорошие Просто рекомендую Прочитать Если вы хотите стать программистом Таким за деньги Если вы хобби То можно и читать То есть хобби А если за деньги хотите То вы совершенный код Или просто Не знаю Можно с вами верновато читать То есть нужно немножко Попрограммировать сначала Но потом его вспомниться Можете Сможете визу опять-таки Сможете визу